Субтитры создавал DimaTorzok Инфрафакты. Прегляд выдарений аномалных и неизвыкых. Инфрафакты. 23 ст. 2011. Прегляд выдарений аномалных и неизвыкых. Мой Михаил Пусьнер. Затем со мной спереди Лебязь. Витаю, Петр. Доброе утро. 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 Мешканьцы бы о том писали Базеты Z pewnością tym musiało Interesować się w jakiś sposób Wojsko, а уже Таких информаций не мами Co с этим zrobено И в какой способ это выяснилось Oczywiście в прасе показали Что мы публикуем Опиние экспертов, которые говорили о том Что может быть это сателитом И тем подобное Но именно Особа, о которой мы вспоминали Лешек Марцин, астронома, аматар Так как говорили, что Застала умещена его opinия В одной из газет Которая как бы тому Прочитала Ну вот, вот тут еще powiedziałem Что этот объект так как бы себя порушил Он не сменял положения Он тут целый час в одном и тем самым месту Но так как бы себя обракал Здесь святки взбрали внимание Еще нужно подкрыслить, что он был видочный Из многих мест И был на то же время душе, что Релации походили между ином Здесь околиц Замоще З околиц Томасцова Любелскего Так что если кто-то хочет Зазнайомить себя З этими релаками Оригинальными Запрашиваем До лектуры Тего артикула Natomiast отношения Тих летающих тройкотов С Польской То myślę, что Будем о них еще информовать Бо плачьем Бо плачьем Бо плачьем этот фильм, как всказывающий на реестрацию UFO, но по-минейские бадатели достаточно быстро расшифровали загадку того, что там было указано. Может даже не так быстро. Оказалось, что жители Лимы, а именно околица Лимы, на почтку стючня зарегистрировали что-то, что узнали за огромный статус косметичный, потому что действительно было светлое разручное на довольно-душном обзаре, так как бы нанежное до одного объекта. И вообще это всё, эта информация разошла. Но только сейчас надходят выяснения. Оказалось, что это не было в целом статус. Это что-то в целом не находилося в свече, потому что оказалось, что были в речи в действительности светла костюля, который находится только в будове огромного костюля, который ма ксцентом как аркеного и посаженный в очень много рефлекторов. Швидкопы просто помылили это каким-то объектом, тккиным заканно, над в одном из околицных взглаза. Да, так, точно. Такий есть влазь, нистёте, в wielu фильмах. Часто на нашем forum появляются вписы dotyczące того, что можем увидеть в таком или ином фильме. И часто так это все окончательно. Некоторые фильмы имеют душе, что так скажем, интернетовую легенду, а иную кроссовую. Но сейчас пройдем, если говорим о в действительном Уфо, до того, что было связи с в контексте так важной приззы, которая в засаде будет имела гигантичный вплив на релации между обама и макарствами. Ну, точно не не понимаю, почему это появилось и почему Чинийцы могут увидеть от Амерыканов в kwestии уявления правды о исцнении обших историй, их деятельности на Земле. Для меня это немного сенсационно и я не знаю, что zwrаться на это большей уваги. Музимы тоже памятать, что этот рух маяцый на целу рекоме уявление исцнения интеллигентных истот на Земле есть достаточно развиненный. Нистъти те информации, которые до нас доцирают рекомо от тех экспертов, которые посидают какую-то виду на темат этих здареств. Нистъти не укрываю, пи***о. Чемле о том говорим, это самое и ничего как обычно никогда не нет. Уфологичная горошка. Памятам те два инциденты с замкнутием лотниц через рекомое уфо. Там целая серия фотографий, которые указывали в официальных медиах. Так что повидаем это все вместе со собом, но не брал этого на поважнее, потому что было за много пресеков от информ которые не справили, чтобы имели в это все теперь верить. Поверь скажем пару слов о том, о чем доносил сервисы прасовые, сервисы научные, о том, что в году 2012 быть может мы мы свидетель обсервации двух слои. Один из австралийских astronomов сказал, что в году 2012 выбухнет Бетельгеза и будем мили 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 на небе видосц друге сло о том Наких, Нибиру и всех других вещах поднесли alarm, что действительно что-то случилось. Ну, не знаю, как себя до этого отнести. Возможно, когда-то, не знаю, когда-то мы будем свидетелями какого-то интересного космического спектакла. Хоть бы не будет, это скорее Другие Солнце. Это была такая пресада. Но, скорее, какая-то ясная, очень гвязда. Так, но важно рассмотреть это тоже из стороны науковой, что случится. Расчет нас не грозит, но многократно постригано нас предскутками выбуха в космосе и их вплыву на жизнь на Землю. Но это было бы тема на zupełnie иную аудицию. Варто еще подкрыть, что некоторые выдашения, такие как масово вздыхающие и спадающие с неба птаки, поводзи, активность вулканистов, что много людей начинают повраться до этого мета о 2012 году. Уважаем, что то, что происходит, заповиадает, что макомо, имея вовсезь какие-то незвыкые сжависки. Так что, мне кажется, что лучшим выжитьем будет, если пожимем до этого грюдня 2012 и увидим, что станет, а chyba ничего не станет. Памятаем, что этот мир очень сложный. Он сейчас от календаря майя, потом от анунаких, а сейчас дошла до него właściwie все. Вздыхающие птаки, бетергизи. Ну, что еще? Ну, ваше, посмотрим. Секаем ниже на срок, безмала, так что, мы будем следить эти события, а если Если говорить о то, что может указать другим солнцем, то уже что-то указывает артикул на нашей странице www.infra.org.pl и т.д. этого независка, которого мы можем быть свидетелями. Я вспоминал только, что целый архиум Infrafaktов и в общем аудиции Infra находится на странице Волне Медиа, как и на форуме находится в отношении к кота на портале хомикуй.пл, где заварты все наши аудиции. Если кто-то хочет послушать этих старших, то есть такая возможность. Спасибо, Петру, за участие. Я тоже, спасибо. Запрашиваем за теддень до услышания. Выслушалиście Infrafaktов, czyli прегланды выдачей аномальных и незвыкых. В программе выкористали отвор Сиже и Роджерса под т.д. Back to you на ликенции Creative Commons. Реализация Михау Кусьнеж и Петр Сиелебиащи для Радия Волна Медиа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...